рыбку мышкой Здравствуйте дорогие друзья Меня зовут Вадим Комиссаров и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line Сегодня в нашем обзоре профессиональная линейка воблеров Кайо от отечественного производителя компании рыболов Олта Такие небольшие приманки станут хорошим выбором для поклонников ловли на ультралайт Давайте поближе их рассмотрим Кайо по форме можно отнести к большому и популярному классу Minnow Корпус удлиненный со сравнительно невысокими округлыми боками Передняя часть наиболее объемная На спинке есть горбинка а в сторону хвоста идет плавное и постепенное сужение В общем своим видом воблер достаточно точно имитирует небольшую рыбешку или малька Спереди расположена компактная пластиковая лопасть округлой формы Она определяет рабочий горизонт в пределах от 30 сантиметров до полуметра Выше мы видим крепежную петлю с заводным кольцом И если вы планируете использовать в качестве защиты от щучьих зубов поводок постарайтесь выбирать самый короткий и легкий из возможных Иначе можно испортить заложенную игру приманки и даже сделать ее тонущей Длина модели составляет 52 миллиметра А вес равен всего 2,7 грамма То есть как и было сказано ранее Тут понадобится снасть класса ультралайт Аббревиатура SP говорит о нейтральной степени плавучести Используя способность суспендера зависать в водной толще во время паузы мы можем дольше держать кайо в зоне предполагаемой стоянки рыбы Среди расцветок, предлагаемых компанией рыболов Фолта Практически каждый спиннингист может подобрать именно тот вариант, который считается самым уловистым Здесь есть яркие и блеклые, светлые, темные, а также кислотные А можно выбрать с раскраской под рыбку или с эффектом голографии Все приманки оснащаются двумя качественными тройниками от норвежской компании Mustad Они достаточно острые и способны обеспечить надежную подсечку Крючки имеют небольшие бородки, чтобы меньше травмировать пойманную рыбу Но это не сказывается на вываживании и тем более не дает шанса рыбе на сход Система дальнего заброса не предусмотрена Балансировка и огрузка осуществлены в виде одного металлического шарика расположенного недалеко от переднего тройника За счет небольшой подвижности этого элемента во время проводки создается тихий шумовой эффект Для рыболов Allsakaya подойдет практически любая анимация Благодаря собственной игре можно использовать простую равномерку или Stop and Go Но также воблер отлично отзывается на рывки различной силы В улове могут быть некрупная щучка и белый хищник Но все-таки основным трофеем стоит вездесущий окунь Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео А чтобы не пропустить новые интересные и полезные обзоры Не забудьте подписаться на наш канал А на этом я с вами прощаюсь И до новых встреч на канале Spinning Line Субтитры сделал DimaTorzok